Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И сегодня мы хотим обратиться к теме, которую уже не раз брали в наших передачах, это тема книги. И я начну с одной из своих любимых историй про любимевшего писателя Хорхе Луиса Борхеса, который был долгое время главным библиотекарем Аргентины, и уже к концу жизни он ослеп. И вот он пишет в своих воспоминаниях, что «однажды я проснулся утром и почувствовал, что в доме что-то изменилось, а спальня у него была на втором этаже». И вот он проводит почти весь день, спрашивая, что такое, что случилось с домом, погода изменилась или что-то. И он это спрашивал до тех пор, пока ему не сказали, что ранним утром на первый этаж был привезен новый тираж 30-томного издания библиотеки, энциклопедии Брокгауза. То есть история это про то, что книга изменила атмосферу в доме, книга изменила сам строй человеческого существования. И поговорим мы о книгах, о том, как книги меняют нашу жизнь, и есть ли в нашей нынешней электронной жизни с букридерами, с интернетом, с планшетами место нормальной бумажной книги. И собеседник у нас самый подходящий для этой темы, как раз Михаил Вадимович Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовой коммуникации. Роспечать. Добрый вечер. Добрый вечер. И кроме всего прочего, Михаил Вадимович известен как страстный коллекционер книг, как библиофил. Знакомо ли вам такое чувство, как у Борхеса? Вы знаете, конечно, до такого ощущения, чтобы я интуитивно чувствовал изменения, наверное, еще не дошел. Но то, что меняется атмосфера, когда приносишь какую-то, не люблю это слово, знаковую, но тем не менее замечательную, скажем, книгу в моем кабинете или в спальне, это, мне кажется, естественно. Но вот пока вы рассказывали эту историю, я вспомнил, что пару лет назад я приобрел первое издание сборника стихотворений Марина Ивановна Цветаева, ее черний альбом. Он вышел в 1910 году. Тиражом небольшим, как обычно, 500 экземпляров. Но часть тиража неплохо сохранилась, потому что Марина Цветаева надписывала многим своим знакомым, и эти книги берегли. И мне попал в руки экземпляр, где на титульном листе было написано «Лесному колдуну», я точно не помню всю строчку, но известно, что эта книга, у которой не хватало 20 или 30 страниц в конце, ходила по московским книжным кругам достаточно долго, и никто не мог понять, кто же это «Лесной колдун». Сразу скажу, что я тоже не разгадал, хотя внутри книги есть стихотворения, адресованные этому неизвестному человеку. И вот эта вот загадка этого экземпляра вечернего альбома, когда я поставил эту книгу на полку, она привнесла определенную атмосферу внутрь моего кабинета, и все время взгляды, ум обращались к этому экземпляру, и, пожалуй, до сих пор я периодически это делаю с надеждой, что все-таки эта загадка будет разгадана. Когда-то разгадается. А какие-то еще есть экземпляры, которые особо ценные для вас, жемчужины вашей коллекции? Ну, вы знаете, таких книг достаточно много, и они самые разнообразные, так же, как у всех людей. И мне трудно сказать, что для меня более ценно. Какая-то особая библиофильская редкость, как, скажем, первое издание Евгения Онегина, прижизненное издание Александра Сергеевича Пушкина, или книжка, которую... Извините, а он же сначала по главам, по-моему, выходил. По главам это издание как раз и ценное, редко тем, что собрать все главки достаточно сложно. И не так мало было и в то время людей, которые собирали Евгения Онегина по главкам, уж тем более редкостная вещь, чтобы они сохранились до нашего времени, и чтобы попали в ту библиотеку. Но при этом, когда я беру обычный, скажем, двухтомник «Войны и мира», по-моему, 1978 года издания художественной литературы, или того же моего Пушкина Марина Ивановна Цветаева, и читаю надпись «Дорогому Мише в день рождения» от мамы и папы, то я не могу сказать, что этот экземпляр менее ценен для меня, чем первое издание Пушкина. И я думаю, что сейчас у многих людей вот такого среднего возраста, от 30 до 50, даже до 60 лет, бывают ситуации, когда они думают, что же прочитать своему ребенку на ночь, и они идут в книжный магазин и в букинистическом отделе покупают те книжки с теми иллюстрациями, которые им читали их родители. Это не только такая генетическая память, это попытка, ну, попытка, во-первых, действительно передать эту формулу будущим поколениям, ну и создать особую атмосферу в доме. Где вы храните книги? У вас библиотека? Отдельная комната? Ох, это такой болезненный вопрос. Или это, так сказать, распространяется по дому и занимает жизненное пространство? Это, что называется, наступили на больную мозоль. Я, конечно, стараюсь строить свою книгособирательскую деятельность таким образом, чтобы она как раз жизненное пространство моей семьи, моих дочерей, жены не очень ущемляла. У меня в доме, я так посчитал, наверное, где-то 20-25 книжных шкафов, но это, конечно, не вся библиотека, что-то хранится в других местах, в том числе на работе. Я вот родился и жил в городе Дзержинске, тогда Горьковской области, ныне Нижегородской, и переименовать обратно город невозможно, потому что до 1930 года он назывался рабочий поселок Растяпино, и дзержинцы не хотят называться растяпинцами. И это была семья, такая достаточно типичная семья провинциальной интеллигенции. У нас в трехкомнатной квартире было шесть книжных шкафов, и в том числе в коридоре стоял книжный шкаф, поэтому для меня это естественное и комфортное состояние жизни, ходить между книжными шкафами. Ну да, вы знаете, мне кажется, это какая-то такая типично советская вещь, я не могу подумать о любой другой культуре, где был бы такой культ книг, потому что, конечно, у нас был очень большой образованный класс и техническая интеллигенция, и гуманитарная интеллигенция, вот этот вот гигантский отряд. И среди этого класса, да даже и не среди них, а в общем-то среди, там, я не знаю, и прорабы, и заведующие магазинами и так далее, к 70-м годам сформировался удивительный совершенно культ книги, причем не обязательно связанный с чтением, а именно с обладанием этими книгами. Ну, конечно, с одной стороны, было много семей, для которых книги были элементом дизайна. Дизайнеров не было, а книги как элемент дизайна были. И мы знаем, что многие собрания сочинений, многие издания ценились как раз из-за того, что у них были очень красивые корешки. Библиотека всемирной литературы. Библиотека всемирной литературы. Дизайн там гениальный. В суперобложках, да, и таких много. Но при этом, ну, это было и, в общем-то, элементом самоуважения, что ли, потому что квартира без книжного шкафа или хотя бы без пары книжных полок, ну, это выглядело как-то немножко странно. Я ходил ко многим одноклассникам в гости, и у всех были книжные шкафы. Но все читали запоем. Мы с моим приятелем Мишкой Горловским были за... при том, что у нас были богатые домашние библиотеки, были записаны в пять или шесть городских библиотек. Естественно, имени Крупска, имени Гайдара, имени Гагарина, имени Дзершинского, еще имени кого-то. И как-то успевали везде брать книжки и читать. Вот эта культура, мне кажется, она уходит, потому что сейчас, ну, я не знаю, такой типичный, смотри, дизайн современной квартиры, но вот журнальный столик, где кладется несколько подарочных изданий. И если вот, скажем, в каких-нибудь типичных каталогах мебельных, ну, вот такой стеллаж, и там несколько книг, стойка для компакт-дисков, какая-нибудь такая скульптурка африканская, то есть книга, она не является таким существенным элементом жизни в квартире? К сожалению, но это еще и часто, мне кажется, навязывается как раз вот таким, что называется, типовым проектом. Конечно, все в конечном счете, банально скажу, зависит от человека, человек, который хочет иметь библиотеку, покупает книжные шкафы и заполняет их теми изданиями, благо это сейчас легко сделать, какие ему хочется увидеть в своем доме. Но что греха таить, я бывал и в домах, где библиотека соединена с бильярдной, и в бильярдной бывают чаще, чем в библиотеке, это тоже понятно. Ну да, здесь уже совершенно другие приоритеты. А где вы покупаете, вот, скажем, редкие книги? Есть какие-то аукционы, есть какие-то сайты? Есть, конечно, все, и сейчас проблем с этим не существует вообще, потому что только в Москве в течение года проходит около 70 крупных антикварно-букинистических аукционов, ну, и более крупных, и менее крупных. Но также существуют крупные книготорговые сайты, но душа у меня болит за букинистические магазины, за антикварно-букинистические магазины. В отличие от аукционов, в отличие от развивающегося способа интернет-продаж, во всем мире букинистические магазины воспринимаются как элемент и городской культуры, и общегуманитарный элемент. Их, не побоюсь этого слова, слово холит и лелеет, предоставляют им различные преференции, и пусть это лишь часть интеллигенции, может быть, даже какая-то рафинированная часть интеллигенции, но она обливается слезами, если тот или иной букинистический магазин, скажем, в центре Парижа закрывается. У нас для них ситуация складывается крайне неблагоприятная, потому что никаких преференций у них ни с точки зрения коммунальных услуг, ни с точки зрения аренды, ничего прочего нет. Именно там-то люди, собственно говоря, и приходят, стараются покопаться в книгах. А где в Москве такой наиболее выраженный куст? Ну вот развалы на Арбате, на Новом Арбате, Дома книги, на Кузнецком? Нет, самый крупный отдел находится в книжном магазине «Москва», в подвальном помещении. Там и крупный букинистический отдел, и крупный антикварно-букинистический отдел. И существует несколько более мелких магазинов. Ну, например, это читальный зал «Дяди Геляя» на Никитском бульваре. Это русский библиофил на чистых прудах. Это сохранившийся чудом, ну, умирающий фактически пара антикварно-букинистических магазинов на Старом Арбате. И это несколько магазинов на Трубной улице. Чайка, Вишневый сад, Букинист и еще парочка. Вы во все туда время от времени заходите? Ну, периодически. Конечно, в основном я захожу на Тверской в книжный магазин «Москва», потому что мне это удобно просто. Там пролегают основные маршруты моего передвижения. И там надо отдать должное и руководителю магазина Марине Каменевой, и руководителю антикварно-букинистического направления Татьяне Георгиевне Кудяновой, Светлане Федюковой, которые вот эту атмосферу сформировали. И они жалуются, что сплошь и рядом туда сдатчики и библиофилы приходят просто поговорить, отвлекают их от работы, а книжки-то не покупают. Но это суть книжного магазина, который, по-моему, сейчас все больше сливается с кафе, с таким таким публичным пространством. Мне кажется, крупные западные ритейлеры это поняли. Вот, да, вот Borders магазин, да, Barnes & Noble, вот мега-мега-сторы такие книжные на Западе, они как раз стали вот эту вот концепцию кафе публичного пространства продвигать. Ну, конечно, где-то надо и посидеть с книжкой, где-то надо провести встречу с авторами, читательское обсуждение устроить. Но при этом надо не забывать, что для того, чтобы магазин существовал, надо, чтобы книги раскупались. Как бизнес, книжная торговля далеко не самый прибыльный бизнес в нашей стране, несмотря на то, что это замкнутый круг, книги становятся дороже, им и так непросто существовать в современном цифровом пространстве. Чем они дороже, тем их меньше покупают. И не так уж много сегментов внутри книжного рынка, которые чувствуют себя достаточно благополучно. За год в нашей стране издается чуть более 125 тысяч наименований книг. При этом каждый год небольшой рост на 2-3% по наименованиям. Но тиражи падают, падают и падают. Также примерно на 5% в год. А это уже крупная цифра. А то и на 10. Что это значит? Что разнообразие книжной продукции на прилавках великолепно. Мы заходим и видим фейерверк названий, фейерверк имен, все, что вы хотите. Причем сплошь и рядом одни и те же издания в разных вариантах присутствуют. Хотите в мягкой обложке, хотите в твердой, хотите с иллюстрациями, хотите без. Но тиражи у всех полторы, три, пять, ну, десять тысяч экземпляров. А тиражи пятьдесят и сто тысяч экземпляров только у самых-самых топовых авторов. Ну да, это может там Пелевин или какая-то там большая массовая литература. Ну да. А эти тиражи, маленькие тиражи обеспечивают некую норму рентабельности? С трудом, с трудом. И если в Москве еще мы видим, что книжные магазины заполнены и люди стоят в кассу, то как выжить в провинции? Те площади, которые были у книжных магазинов, а в пределах шаговой доступности от любого горкома или обкома партии был крупный книжный магазин, все эти помещения ушли под обувные магазины, под ювелирные, под банки, под офисы. И книжному магазину не выдержать высокую аренду. В результате он скукоживается по площади, начинает трансформироваться в книжный ларек внутри того или иного торгового центра. Раз книжный ларек, то он обязан пропускать, то есть брать ту литературу, которая точно будет продана. Ну да, книга в дорогу. Да, значит, это самая массовая литература, начиная от сборника кроссвордов, бесконечных кулинарных рецептов и пособий йога в твоей жизни, в жизни твоей жены, твоей бабушки, твоих детей. Ну и вот топ-50, топ-100 наиболее продаваемых книг. Да, печальная история, особенно учитывая, что раньше, в былые годы, в провинции, на периферии, кстати, можно было самые интересные книги купить. Очень часто, помню, были такие даже шоп-туры, что ли, да, такие из Москвы, в Можайск многие люди ездили, потому что там типография была. Большой полиграфический комбинат. Да, да, полиграфический комбинат в Можайске было, можно много книг купить. Я своего, скажем, полное собрание Достоевского неожиданно увидел в стройотряде в Актюбинске. Вот, и из Актюбинска вез ящик с Достоевским, потому что я знал в начале 80-х, что в Москве так просто вот это вот, и даже у бакинистов не купишь. Академическое издание 30 томов. Ну что же, продолжим наш разговор. Но в качестве реплики, Сергей, не в обиду вам, скажу, что это не самые заповедные, конечно, места вы посещали. Самые заповедные места для того, чтобы купить дефицитную литературу в советское время. Это были либо уже совсем такие глубокие поселки внутри той или иной области. Я, например, ездил по той же Горьковской области с лекциями и где-нибудь в каком-нибудь Шахуне или Сергаче как раз покупал подарочные издания Хемингуэя. А что еще лучше, надо было ехать... В соцстранные. В соцстранные-то не каждый мог поехать. А вот во Фронзе или в Душанбе и заехать там в пару, например, даже поселков, где порой книжные магазины соединялись причудливым образом вместе с хозяйственной лавкой, вот там можно было купить и 20 лет спустя. Либо ехать в город Кишинев, где Кишиневское издательство прелестным образом выпускало и Ремарка, и Хемингуэя, и Маркеса, и кого угодно. Или магазины советской книги за рубежом в соцстранах. Это, конечно, такие были развалы. Это меня в свое время отец к этому приучил, и когда я в свою еще студентом на первую практику поехал в Прагу, там был на Водичковой улице магазин советской книги, я помню, пришел и челюсть моя отвисла. Так же, как я, когда в Праге впервые увидел колбасный магазин на Васловской площади, впервые моя челюсть отвисла. Второй раз она отвисла в магазине, к моей чести, должен сказать, на Водичковой улице, я там увидел двухтомник «Мифы народов мира», который был огромной совершенно редкостью в тот момент, весь этот, так сказать, с Аверинцевым, с Топоровым, там, с Ивановым. Все это купили. Да можно было и Булгакову купить, и Трифонова, все что угодно было в соцстранах. Ну вот, кстати, это интересная тема о дефиците книг в Советском Союзе, поговорим о ней после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях Михаил Вадимович Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вот мы вышли на такой интересный вопрос, как дефицит книг в СССР. Смотрите, самая читающая страна, я уж не говорю там, какими тиражами издавалась новая земля, малая земля, целина, возрождение, и почему все-таки возникал книжный дефицит, почему нельзя было в достаточном количестве напечатать тех же Трифонова, Булгакова, не говоря уже о Дюма? Сложно, наверное, ответить на этот вопрос, но в первую очередь потому, что колоссальный был спрос. То есть спрос был, мы об этом говорили с вами в первой части программы, спрос был в каждую квартиру. Вот давайте из 250 миллионов вычтем, предположим, половину который не хотел, оставшиеся 125 миллионов поделим, предположим, на три, и значит спрос 40 миллионов. Это колоссальная цифра. Как удовлетворить такой спрос? И все хотели и классику, и приключения, и детскую литературу, и серию ЖЗЛ, и все что угодно. Надо сказать, что, ну в чем вообще вот феномен, феномен такого книжного употребления? Мне кажется, еще в том, что книге не с чем было особенно конкурировать. Вот с чем могла конкурировать в моей даже провинциальной жизни книга? Ну да, с высоким блондином в черном ботинке. Высокий блондин в черном ботинке выигрывал, я шел в кинотеатр «Родина», чтобы посмотреть его в третий раз. Но кинотеатров-то было 5-6, и далеко не каждую неделю там шел такой хит. С Держинским драматическим театром книга не конкурировала. И то же самое происходило во многих других городах. С телевизором только когда идут 17 мгновений весны. Значит, человек погружался в книжный мир, который ему заменял все. А сейчас в ситуации, когда подросток, когда вот самое время читать, 10-12 лет, берет мальчик, предположим, берет в руки Жюль Верна или Канан Дойля, он к этому времени уже посмотрел «Аватара», он посмотрел кучу других блокбастеров, он поиграл во все компьютерные игры. И динамика изложения сюжета Канан Дойлем и Жюль Верном не может соперничать с этими блокбастерами. Мальчик не просыпается по ночам и не кричит «Мама, мама, пестрая змейка, пестрая лента, мне страшно». Что с этим делать? Рецептов не существует. Его не существует в мире и не существует у нас. Существует, наверное, несколько разных способов. Ну, в первую очередь, конечно, закладывать матрицу с детства. То есть, если есть матрица, что ты вместе с мамой и папой читал книжки, то с высокой степенью вероятности книжки потом не будут заброшены и так или иначе будут существовать в твоей жизни. Книги надо обсуждать. Обсуждать и между собой, обсуждать и с детьми. И обсуждать не начетническим образом, не разбирая просто поступки главных героев, а разбирать уже с позиции XXI века. Я не очень умею это делать. Это непростая задача, наверное. Легче советовать, чем делаться. Но других вариантов не существует. Но есть интерактивные, вот интересные, очень такие интерактивные книги вышли, Шекспира в Англии выпустили, где там, в общем, разбираются все сюжетные повороты, даются все, так сказать, исторические справки. То есть, как бы, книга из себя представляет некий гипертекст, который можно разворачивать одновременно в некоторых направлениях. Но, кстати, вы знаете, интересно, у вас нету в коллекции таких книг? Я забыл, как они называются. Книги, где вклеиваются в страницы какие-то дополнения, словарные статьи, фотографии. Она переходит от владельца к владельцу, и в результате получаются не книги, а такие альбомы со вклейками. Ну, что называется семейная коллекция, семейное собрание. Я не часто встречаю, чтобы именно таким образом книги выходили. Но, опять-таки, только это не спасет ситуацию, конечно. Не, ну, конечно, я просто вспоминаю. Главное, чтобы был воспитан вкус к чтению, чтобы это было вкусно, чтобы человек ощущал аромат чтения. В конечном счете, не так важно, на чем он читает, на каком носителе, на айпеде, на экране большого компьютера, на ридере, либо просто берет бумажную версию книги и книги надо дарить. Мы, мне кажется, теряем такую традицию дарить книги на день рождения. Книга – лучший подарок. Книга – лучший подарок. Подарочных изданий много в магазинах, и есть специальные направления – подарочные издания. Но вот в своем кругу я вижу, что сплошь и рядом это как-то уже не работает, не приходит людям в голову подарить книгу. А почему нет? Ну да, тут просто подарочные издания, мне кажется, они очень часто сразу попадают в такой премиальный сегмент, делают некую супердорогую книгу, там, я не знаю, там, «Быт британских королей», «Быт английских королей» и «Королев» или «Оружие победы». Делаются книги, там, я не знаю, за 10-20-30 тысяч рублей, и вот это уже даже я не знаю, как воспринимать. А когда, скажем, ты человеку подарил книгу какую-то, долгое провел время, может быть, просто в озоне заказал какую-то книгу, но которую ты знаешь, ему интересно будет прочитать. Вот эта вот культура, мне кажется, она действительно уходит такой вот адекватности книги, как подарка. Вы знаете, да, вы очень важная вещь относительно детей, говорите, потому что вот эта вот необходимость читать детям книги, я как преподаватель тоже могу сказать, я это встречаю у наших студентов уже, это новое поколение, поколение, так скажем, постгутенберговское, поколение более визуальное. Это вот то, что называют психологи синдром рассеянного внимания. Человек не может долгое время, не у всех, конечно, но я наблюдаю это у многих, долгое время сконцентрироваться на одном тексте. Ну да, клиповое мышление, когда надо быстро, ярко получить информацию, ее осознать и прыгать дальше. И вот человек этими гигантскими прыжками перемещается по жизненному пространству. Ну и, конечно, стиль изложения другой. Мы видим, что вот как раз тех же самых просто хороших детективов, хорошей фантастики на отечественном рынке не хватает. Западных-то авторов, которые пишут такие бестселлеры и могут выдавать продукт на гора, что называется, каждый год или каждые два года, их-то немного, раз-два и обчелся. А когда человек берет в руки того же Жюль Верна, ему это уже кажется скучным, потому что нет динамики, нет развития сюжета. Сюжет должен, конечно, развиваться. Либо просто приучать к тому, что от этого надо получать удовольствие. По две-три странички. Ну это вопрос, да. Я думаю, в первую очередь это даже не вопрос школы, это вопрос семьи, то, что еще до школьного возраста должен человек понять, что есть некий культ книги, что книги занимают, ну пусть как не в советской квартире типичной, но все равно некое такое важное место, алтарное место, что ли, вот в этом вот домашнем перечне вещей, что книги должны быть дома, их нужно, можно достичь рукой. Ну и в школе тоже, кстати. Как вам вот эта вот идея, то, что вместо учебников школьникам будут выдаваться, все это будет загружаться на едином ридере? Да мне как-то не очень, не очень. Мне кажется, что вот эти тактильные ощущения надо насколько возможно сохранять. Я не знаю, насколько удастся долго продлить их существование в нашей жизни, но смотрите, мы заходим в книжный магазин и видим, я ничего плохого в этом не ощущаю, видим массу книжек, что называется, на один раз, да, вот как раз русская классика, советская классика, школьная библиотека в мягкой обложке, плохо склеенная, не очень хорошо отпечатанная. Но в конечном счете, когда речь идет о том, что ребенку надо взять эту книгу, поносить с собой в школу, где-то, может быть, что-то разрисовать ручкой, в конце концов, она распадется, эта книжка, на три составные части и умрет. Ну, лучше пусть так. Лучше пусть так, это в конечном счете удобнее для ребенка прожить таким образом с книжкой. А хорошее издание пусть просто стоит на книжной полке. Я вспоминаю свои школьные годы, признаюсь, я любил учиться, может, школа хорошая попалась, не знаю. И вот я помню радость каждое начало года, когда были новые учебники, еще свежие, пахнущие типографской краской, и тебе давали, или, подождите, или в конце года нам же давали учебники на следующий год, еще, по-моему, да, какое-то количество учебников еще в мае выдавалось. Вот, я помню, что ты нес вот эту вот ношу тяжелую, и ты понимал, что книга – это физический объект, вот это вот аналоговое ощущение, то, что вы говорите, дактильное ощущение. Его безумно, конечно, удобен текст, цифровой текст. Да, мне когда там быстро нужно какую-нибудь с того же Достоевского цитату найти, я на компьютере в два клика ее тебе найду, там, в библиотеке Машкова или еще где-то. И, к несчастью, не полезу я в это уже немножко подпылившееся свое издание Достоевского, которое я привез за Октябинска. Вот, но, понимаете, вот это вот ощущение тяжести книги в руке, того, что ты, да, маешь вещь, что книга, в нее вложено некий физический материал, некий труд человека. Мне кажется, интернет вот этого вот ничего не передаст. Так что вот ощущение физического книги, как физического аналогового объекта, я надеюсь, оно никуда не уйдет. Мы продолжим наш разговор с Михаилом Вадимовичем Сеславенским после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Говорим сегодня о книгах, говорим о жизни, смерти и жизни после смерти книг. Михаил Вадимович Сеславенский у нас в гостях, руководитель Роспечати. Мы уже вспоминали знаменитого книгачей, одной из знаковых библиофильских фигур 20 века, Борхеса. Приведу сейчас другую фигуру, Умберто Эко. И Эко в своей знаменитой лекции под названием «Галактика Гутенберга» вспоминает такой эпизод из «Собора Парижской Богоматери» Виктору Гегу. А ведь действие Собора Парижской Богоматери происходит примерно в момент начала книгопечатания гутенберговские времена. И когда один из героев, отец Клод Фролл, держит в руках книгу и указывает на книгу и указывает на Собор Парижской Богоматери. И говорит, это убьет то. Книга убьет Собор. То есть новая книгопечатная культура, текстуальная культура убьет синкретическую, визуальную, чувственную культуру католицизма. Как, в общем-то, и случилось. Если мы, так сказать, говорим о быток реформации, вообще о начале секулярной эпохи, о становлении современного европейского и капиталистического общества. Оно все, в общем-то, в большой степени выросло из Гутенберга. Так вот, сейчас я держу в одной руке книгу, в другой руке я держу там планшет или там вообще интернет некий собирательный. И так со знаком вопроса тоже говорю. Это убьет то? Вот книга и интернет. Убьет ли интернет в итоге книгу? Печатную, бумажную? Ну, я не обладаю футуристическими талантами футуролога, чтобы дать свой прогноз, более-менее достоверный. Я могу только надеяться. Надеяться на то, что все-таки человек, как существо, стремящееся к разнообразию в своих ощущениях, благополучно сумеет сформулировать таким образом свое жизненное пространство, что там будет присутствовать и интернет, и книга. Я вот беру в дорогу и то, и другое. Более того, я беру пару книжек бумажных, и я беру, конечно, iPad, что греха таить. Он занимает все больше и больше времени, отнимает его от книги. Но, тем не менее, ну, знаете, вот на экране компьютера тоже легко посмотреть картину. Это же не отменяет поход в музей, наверное. И альбомы по искусству это не отменяет. Пока это еще может все благополучно совмещаться внутри нашего визуального восприятия, внутри нашего мозга. Но понятно и то, что мы с вами все-таки сформированы в другое время. И вот эта вот основа, гуманитарная такая бумажная основа, которая в нас есть, она этот фундамент и сохраняет. А вот как будет существовать ребенок, который сейчас уже в восьмилетнем возрасте, а то и в трехлетнем возрасте начинает играть с планшетом, этого я не знаю. Этого я не знаю. Но главное, что надо сейчас сделать, это ребенку в любом возрасте подарить книжку и написать дорогому Пете или дорогой Маше от мамы и папы в такой-то день, приурочить это к празднику, к Новому году или к дню рождения. И, видимо, дать понять, что это другое, что это другой вид потребления информации, другой вид освоения текста, чем электронный текст. Может быть, какой-то... Вот вы правы, это вопрос об основаниях, более фундированный, что ли, потому что доверие к печатному тексту, оно несравненно выше, чем доверие к электронному тексту. Ну и опять-таки вернуть к своему любимому термину аромат. В общем, как-то ведь ко многим вещам надо привкуситься. В детстве каши не очень любишь, а с возрастом вроде бы и думаешь. Хорошее дело каша. И сыр с плесенью, в общем, не сразу полюбишь. И многое другое не сразу полюбишь. Конечно, лучше блюдо, чем макароны с сосиской, пока еще, наверное, не придумано. Вот это универсальный способ накормить, что ребенка, что взрослого. Но тем не менее, для гурмана многие другие блюда тоже имеют право на существование. За то время, что вы являетесь руководителем Роспечати, вы замечаете какой-то тренд, какое-то изменение в книгоиздании, в количестве книг, в интересе к книгам? Ну да, конечно, замечаем. Некоторые сегменты насыщаются, это в первую очередь так называемая пляжная литература, чего-то очень не хватает. Очень не хватает детских писателей. То есть до сих пор самым издаваемым детским писателем является Корниеван Чуковский, и Барто, и Михалков, и Денискиным рассказом конкуренцию достаточно трудно составить. Но это все из прошлого. А детской литературы 21 века, я не хочу останавливаться на Гарри Поттере, потому что это особое явление, и мне кажется, вообще-то уходящее уже явление. Нынешнее поколение детей, которые подходят к этому возрасту, вряд ли будут упиваться Гарри Поттером, как то поколение, которое это делало 8 лет назад, например. Детских авторов не хватает. Очень много краеведческой литературы появилось за последние 10 лет, и великолепно работают региональные издательства, очень много выходит интереснейших исследований, да, небольшими тиражами. Да, сплошь и рядом все они начинаются с портрета губернатора или с портрета мэра с приветственным словом. Но от этого никуда не денешься, потому что считается хорошим тоном в регионах, что если бюджет дал какую-то копейку на издание того или иного опуса в хорошем смысле этого слова, а об этом крае, то надо обязательно губернатору предложить написать приветствие для читателей. Мы проводим конкурс «Малая Родина» и, в общем-то, видим, что это сотни наименований очень качественных книг. Много появляется литература веческой, литература, извините за тавтологию, и стала очень востребована такая литература мемуарного жанра с таким бытописанием, откровенными воспоминаниями, что называется, о себе, о семье и о стране. Это началось, наверное, с подстрочника, уже, по моему, пару тиражей выдержала замечательная книга Александра Чудакова «Ложиться мгла на старые ступени». И вот этот интерес и такой вот вкус к описанию быта 40-х, 50-х и даже уже 60-х, 70-х и 80-х годов, то есть то, что делает Парфенов с проектом «Намедня», но только в литературном мемуарном жанре – это очень востребованный фрагмент. Так что, если уж мы призвали делать надписи на книгах, которые родители дарят своим детям, то позволю себе сделать еще один призыв – введите дневники и записывайте туда разные мелочи. Это очень важно, потому что сейчас объясните ребенку, как мы жили в эпоху, когда не было автоматических стиральных машин, микроволновых печей, что такое очередь на телефон – это достаточно сложно. Причем ввести дневники, может быть, нужно именно в письменной форме, потому что, мне кажется, культура чтения, она неотрывно связана с культурой письма. Ну, тут уже у кого как получается. У кого получается на компьютере, у кого получается в ежедневнике, лишь бы записывать. Ну, да. А в целом, вот это вот самая читающая страна в мире. Во-первых, была ли это мифология, или это действительно было так? А во-вторых, сохраняется ли вот это вот, даже учитывая все те тренды, о которых вы сейчас говорите, сохраняется ли вот это вот звание сегодня? Да, наверное, нет, не сохраняется. Ну, вы сами знаете, по любой европейской стране, по той же Праге, если вы пойдете по центру Праги, коль уж мы сегодня ее вспоминали, то вы увидите десятки книжных магазинов, десятки книжных магазинов. И везде люди, и не сравнить то количество книжных магазинов на, скажем, единицу населения или на единицу площади, которые есть даже в Москве, да и в Санкт-Петербурге тоже. Пройдите по центру города, длинные расстояния придется преодолевать от одного книжного магазина к другому. Конечно, тиражи были во многом обусловлены изданием общественно-политической литературы, но при этом и тираж 100 тысяч для классика был стандартным. Сейчас, конечно, работает такой эффект, когда собрание сочинений или тот же томик стихов Марины Цветаевой, который был у родителей, остался на полках, и поэтому мало людей, которые идут в магазин за собранием сочинений или за той же Марины Ивановны Цветаевой. Уже это и есть. А с самими собраниями сочинений изменился подход. Многие поняли, что нет смысла держать собрание сочинений «Тридцатитомные дома», достаточно двухтомника, трехтомника, четырехтомника с наиболее сильными произведениями автора. И покупают, скажем, поэзию, если ее нет дома, уже в виде изящного издания для того, чтобы было приятно подержать в руках, просматривать с какими-то иллюстрациями. Ну вот, о тиражах мы говорили, они, к сожалению, падают. Они падают. А библиотеки, вообще, как институт библиотека, публичная библиотека, по-вашему, сохранится? Я не говорю сейчас об университетских библиотеках. Это понятно, так сказать, они пока все-таки поддерживаются, половина частично электронная, частично бумажная. Вот именно публичная библиотека, вот как пять библиотек, в которые вы были записаны ребенком. Мне кажется, сохранится. Другое дело, что все зависит от людей и от руководителя библиотеки, точно так же, как и от руководителя музея. Собственно говоря, все и зависит, как он там построит внутри этого библиотечного пространства свою работу. Я периодически бываю в тех или иных библиотеках, везде все по-разному. Где-то компьютерный зал создается для галочки, где-то находят такие формы, что он чрезвычайно востребован. Например, я сейчас был в областной библиотеке на Сахалине. Компьютерный зал используется для компьютерных курсов для пожилых людей. Очень востребованная услуга. Приходят 60-70, а то и старше, старшего возраста люди и пытаются научиться элементарным приемам работы на компьютере и нахождении необходимой информации в интернете, введения блогов, как оставить комментарий, как пользоваться электронной почтой. Конечно, большие разделы, большие сегменты внутри библиотечных фондов будут не востребованы. В первую очередь, та же самая билетристика. В крупной библиотеке никто не идет для того, чтобы взять Донцову, Маринину или даже Акунина. Они больше могут быть востребованы в каких-то районах и городских библиотеках, но в республиканских библиотеках скорее нет, чем да. Там востребована научно-популярная, специальная литература, периодические печатные издания и как раз вот малотиражные такие книги, которые не так просто найти на прилавках магазинов. Библиотеке надо экспериментировать, конечно. Надо экспериментировать, делать их современными, пытаться привлечь людей самыми разными способами, и не обязательно это должны быть только книжные стеллажи. Ну да, мне кажется, что библиотека может стать таким пространством коммуникации, центром жизни района, публичным пространством, где люди просто будут приходить и общаться. Вот сейчас в ходе нашего разговора я даже начинаю понимать, вот мы еще когда начали говорить о книжном магазине, что люди приходят, смотрят книги, уходят и не покупают, а магазину оборот нужно, магазину деньги нужно делать. Так вот мне кажется, что магазины и библиотеки могут понять, что они создают общественное благо, создавая вот эти вот общественные пространства, что может быть деньги можно делать на каких-то интернет-продажах, на других вещах. А они сами по себе должны предоставлять, ну вот как вы знаете, совершенно неожиданно такая жизнь книг, у меня друзья в Фейсбуке, я смотрю, некоторые вот в Москве это нашло, они ставят книжный стеллаж где-нибудь в подъезде у себя, и все жильцы начинают выносить книги туда и обмениваться, и кто-то что-то берет. Ну иногда это с ДВД-дисками делают, но вот в моем случае это с книгами. И вот это тоже, мне кажется, некий идеальный образ библиотеки сегодня, такой библиотека 2.0. Это не когда какое-то государство закупает тебе энный объем книг, и ты приходишь и читаешь. А когда общество по сбору пососинки собирает вот эти книжки и начинает ими обмениваться? Для библиотек проще искать различные формы, потому что все-таки все библиотеки находятся на государственном финансировании. Это или республиканский бюджет, или областной, или муниципальный бюджет. А вот что касается книжных магазинов, ну представьте себе, каждый месяц, хочешь не хочешь, вам надо заплатить заработную плату, безумные начисления на нее, аренду, заплатить за коммунальные услуги, отдать деньги поставщикам, ну и в общем худо-бедно, чтобы еще какая-то копейка оставалась. На интернет-проектах обычный книжный магазин не выдюжит. Не выдюжит. Это только гиганты типа Лабиринта или Озона могут чисто вот за счет этого длинного хвоста, да, как Амазон существовать, продавая большой ассортимент. Ну вот неделю назад у меня был Вадим Мещеряков, руководитель и владелец одноименного издательства, издательский дом Мещеряков, который занимается качественной детской литературой. В честь ему и хвала выпускают замечательные серии. Сейчас вот выпускает, например, 50-томник Владислава Крапивина, которому буквально через две недели исполняется 75 лет, дай бог ему здоровья. И вот он тоже рассказывал о своих попытках что-то наладить с ритейлом, да, с продажами. Как он ходит в эти крупные торговые комплексы и говорит, друзья мои, ну вы хотите, чтобы у вас было человеческое лицо какое-то у вашего торгового комплекса, где десятки тысяч квадратных метров торговых площадей? Я не потяну, я не выдержу, чтобы моя книжная лавочка находилась между магазином элитных часов и там магазином, не знаю, в Армании, и чтобы я платил такую же аренду. Если вы хотите, чтобы был какой-то уют, какая-то атмосфера, ну предложите мне какие-то скидки. Кто-то идет навстречу, кто-то не идет. Но, конечно, это ненормально, когда приходится вот так вот бороться за выживание. А государство, по-вашему, может здесь вступить? Может участвовать? Было понимание, что это общественное благо, какая бы книга ни была, что книга не может являться коммерческим проектом и должны быть государственные деньги от имени и по поручению общества? Вы знаете, как вы понимаете, мы пробовали разные способы. Пробовали. Проблема в том, что из Москвы единым решением сделать это невозможно. То есть невозможно внутри тех или иных муниципальных образований принять решение федерального центра о том, что будет льготная аренда для книжных магазинов. Ну какая льготная аренда, нам скажут. Друзья мои, вы чего там говорите, о чем вы думаете в Москве? Арендует сплошь и рядом один частный магазин у другого частного магазина, причем здесь государство. И будут правы. Были обращения из правительства в свое время, мы делали обращения к полпредам президента, они в свою очередь делали обращения к губернаторам, руководителям муниципальных образований. Не очень это работает. Один из критериев, которые мы лоббируем, не знаю, получится или нет, заключается в следующем. Работа губернаторов оценивается по ряду показателей. Уровень безработицы, заработная плата, много разных показателей. Экологическая обстановка, средняя температура по больнице. И вот если одним из показателей будет наличие книжных магазинов на душу населения, то, может быть, это что-то хоть как-то даст, люди об этом задумываются. Но в целом это безумно сложная проблема, потому что везде все по-разному. У нас то большое Болдина собираются с областного уровня передать на муниципальный уровень. Ну да. Ну здесь, конечно, да, с нынешними, в общем-то, такими тенденциями муниципализации, как и поликлиники передаются, и вот это все, естественно, меньшие бюджеты меньшего уровня будут иметь меньше возможности поддерживать такие непрофильные расходы. Казалось бы, кому нужна библиотека, когда там школы кругом закрываются? Ну и потом закономерно скажут, друзья мои, ну что значит, поддерживать книжные магазины? Государственных книжных магазинов фактически не осталось, ну в Москве есть одна сеть. А почему тогда не поддерживать магазины детского питания? А почему тогда не поддерживать аптеки? Давайте все тогда будем датировать. И тоже по-своему будут правы. Ну, а нигде в мире не существует таких целевых программ по развитию книжного чтения? По поддержке книжного чтения? Во многих странах существует. С издательствами, с поддержкой издательств. Есть такая программа, мы ее утвердили совместно с Сергеем Вадимовичем Степашным в качестве руководителя Российского книжного союза. Мы поддерживаем в год, просто выделяются средства из федерального бюджета, проводится отбор заявок, мы поддерживаем в год 500-600 наименований книг. Причем поступает к нам примерно тысяча, полторы тысячи заявок. То есть фактически каждая вторая заявка удовлетворяется. На уровне издательств? Издательства присылают заявки? И мы в соответствии с действующим у нас регламентом их рассматриваем на экспертном совете и поддерживаем. То есть за год мы заключаем 500-600 контрактов. Это немаленькая цифра. Все время кто-то недоволен. ЦК КПСС перестала существовать, союз записателей. Выглядит совершенно по-другому, поэтому все время кто-то недоволен, что вы не тех поддерживаете, не так финансируете. Но по-другому и не может получиться. Знаете, расскажу немножко отвлеченный случай, буквально произошел на прошлой неделе. Мы договорились с китайцами, что выпустим, с нашими коллегами, что выпустим 50-томную библиотеку на китайском языке современной российской прозы. Ну и чтобы не формулировать самим название, мы пригласили руководителей 10 литературно-художественных журналов самых разных направлений. Это и «Новый мир», и «Знамя», и «Наш современник», и «Дружба народов», «Литературная газета». С тем, чтобы они предложили нам по 10-15 наименований книг, которые они считают классикой жанра, что из себя представляет современная литература конца 20-го, начала 21-го века. Вот сейчас мы собрали где-то около 170 наименований, которые прислали главные редакторы. Из них, ну как вы думаете, сколько совпало позиций из 170? Ну, большая часть, да, неправильно. Даже не холодно, а очень холодно. Четыре наименования совпало. Четыре наименования получили по два голоса. А остальные, 166, получили по одному голосу. Но они своих авторов лоббировали, что ли? Конечно, конечно. Каждый видит современную литературу своими глазами. Со своей, да. Своими глазами. И другой не существует. Поэтому, ну это всегда было в писательской среде, но существовали какие-то организующие звенья. Секретаря ЦССР, отдел культуры ЦК КПСС. Да, да, да. И сейчас, когда... Кстати, многие писатели скучают. Вот как-то они все хотят, чтобы государство более плотно ими занималось, чтобы были дома творчества, чтобы предоставлялось жилье, чтобы были ведомственные поликлиники, чтобы были утвержденные списки, кто едет на эту книжную ярмарку, кто на эту, чтобы давались рекомендации. Рекомендации, ни патриотов не возить, естественно, патриотов возить, кого-то исключать, кого-то клеймить. Это все до сих пор еще живо в нашей стране. Но, с другой стороны, это тоже хорошо. Это говорит о том, что у нас очень большой такой плюрализм на книжном рынке и многообразие. И, собственно, с точки зрения читателя, может быть, это и лучше, когда нет вот этой вот секретарской литературы и некого установленного канона. Есть много разных книг. Ну что же, время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. И я думаю, что, собственно, я не буду особо оригинален с тем, что закончу его с призывом читать книги. Потому что, вы знаете, то, что я понимаю из нашего разговора, книга — это этика. Этика, она, в общем, стоит, она по-прежнему держится на книжной культуре. Интернет этики нам еще не дает, и, я думаю, может быть, никогда не даст. А некая закономерность печатного текста, того труда, того редакторского труда, авторского труда, того физического вклада, который стоит за печатной книгой, это ничто не заменит. И поэтому, ну что вам сказать, покупайте книги, собирайте книги. Вы знаете, как в буддизме есть заслуги, да? Вот собирайте заслуги, и будет вам хорошая карма. И пусть даже вы эти книги, не каждую из них прочтете, купите ее, поставьте ее на полку, и она вам создаст хорошую карму, хорошую атмосферу, хороший, как аромат, как говорит наш гость в доме. Михаил Владимирович Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, был у нас сегодня в гостях. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...